Здравствуйте! Сегодня среда, 28 октября. В эфире новости от Максимаркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство банкир.ру. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. В центре внимания инвесторов окажется сегодня решение Комитета по открытому рынку ФРС США и Резервного банка Новой Зеландии по основным процентным ставкам, а также сопроводительные заявления к решениям. Изменения здесь не ожидаются, нормативы ставок будут сохранены на прежних уровнях. Доллар США – менее 0,25%, новозеландский доллар – 2,75%. Значительный интерес привлечет также баланс внешней торговли за сентябрь в США. Среди других экономических новостей Германия представит сентябрьский индекс импортных цен, а также опережающий индекс потребительского климата на ноябрь. Италия и Франция опубликуют индикаторы экономической уверенности за октябрь. А в американской статистике будут опубликованы октябрьский индекс ипотечного кредитования и данные по объемам запасов бензина, сырой нефти и дистиллят от Министерства энергетики США. Позитивный настрой начала недели после неудачной попытки пробить сопротивление на уровне 1,1080 вчера вновь сменился наступлением продавцов на позиции покупателей. Несмотря на увеличение опасений в отношении состояния американской экономики, связанных с публикацией слабых данных по рынку жилья в понедельник, а также отчету по изменению общего объема новых заказов на товары длительного пользования, показавшему во вторник худший результат с марта этого года, доллар США не сдает свои позиции. Заявление, сделанное президентом ЕЦБ Марио Драги о возможном увеличении программы выкупа облигаций ЕЦБ, является дополнительным фактором давления на курс единой европейской валюты. Сегодня в преддверии заседания Комитета ФРС по кредитно-денежной политике инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию. Несмотря на то, что шансы на повышение ставки по федеральным фондам осенью близки к нулю, хотя еще в сентябре вероятность такого исхода составляла 35-40%, инвесторы предпочитают снизить риски. Наиболее вероятным сценарием сегодняшних торгов будет консолидация котировок в уже сложившемся ценовом коридоре 1,1030-1,1067. Важным сопротивлением для пары евро-доллар по-прежнему является уровень 1,1080, проходящий по линии восходящего тренда от 13 марта текущего года. При пробое нижней границы коридора продавцы попытаются протестировать предыдущий локальный минимум 1,0996. В нашем прогнозе на среду мы предполагаем попытки евро-доллара пробить верхнюю границу диапазона и последующий рост к целевым уровням 1,1100-1,1150 и далее к уровню 1,1200-1,1200. Подпишитесь на канал Макси Маркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях. На вчерашних торгах британский фунт потерял завоеванные днем ранее позиции. На азиатской сессии фунт-доллар пытался возобновить рост котировок, но, отбившись от сопротивления 1,5360, цена вновь пошла вниз, протестировав в очередной раз поддержку 1,53. Первая публикация данных по ВВП Великобритании за третий квартал оказавшихся слабее ожиданий рынка вызвало бурную реакцию трейдеров и еще больше обвалило котировки. Экономический рост составил 0,5%, тогда как прогноз рынка составлял 0,6%. При том, что во втором квартале экономика Великобритании росла на 0,7%. Главными причинами слабых показателей экономисты называют сокращение объемов строительства, а также закрытие части автомобильных заводов и нефтедобывающих предприятий в летний период. Несмотря на то, что на рынке остается надежда на существенный пересмотр вверх во второй и третьей публикации, экономика в Великобритании практически непрерывно замедляется со второго квартала 2014 года. Еще совсем недавние прогнозы о повышении ставок во втором квартале 2016-го кажутся несбыточными, и рынки ждут изменения кредитно-денежной политики Банком Англии не ранее конца 2016-го, начало 2017-го года. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение британского фунта до уровней 1,5275-1,5237-1,522. Ближайшие сопротивления продавцов расположились на уровнях 1,5327-1,5360-1,5380. Торги по золоту вчера проходили в боковом тренде в пределах уровней 1,162-1,168 долларов за унцию. Резкий рост открытых позиций на покупку металла максимального с февраля этого года не привел к желаемому для покупателей результату. За прошлую неделю цена снизилась на 13 долларов, а с максимума этого месяца золото подешевело более чем на 25 долларов. Несмотря на то, что, как ожидается, ФРС не будет повышать процентные ставки на сегодняшнем заседании Комитета по кредитно-денежной политике, вероятность смены курса на следующем заседании в декабре довольно велика. Более высокие ставки потенциально делают золото менее привлекательным активом, так как само по себе оно не приносит дохода. В связи с этим инвесторы будут ожидать заявления ФОМС сегодня вечером, что и определит дальнейшее направление торгов. Краткосрочным сопротивлением для золота является верхняя граница указанного коридора 1168 долларов, а следующие целевые уровни расположились на отметках 1173,60 и 1179 долларов. При пробое и закреплении цены ниже поддержки 1162 доллара снижение продолжится к минимуму прошлой недели – 1158,89 долларов, а возможно и ниже – к уровням 1153,50 долларов и 1150 долларов ровно. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Цена на серебро, во многом повторяя динамику золота, закрепилась в пределах уровней 15,78 долларов – 15,94 долларов. Мы ожидаем продолжения сложившегося тренда на сегодняшних торгах до вечернего заявления ФОМС и решения по процентной ставке США. Ближайшие сопротивления продавцов расположились на уровнях 16,02, 16,10 и 16,28 долларов. При благоприятном для продавцов раскладе и возобновлении нисходящего тренда мы ожидаем снижение котировок к уровням 15,70 долларов, 15,52 долларов и 15,34 долларов за тройскую унцию. Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.